Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Сегодня речь пойдёт об АМХ 50 Сурбайсе, боевой рейтинг 8.0, пятый ранг. Машина – кусок говна на постном масле, так в лоб и прямо. Разбираемся, почему такое происходит на текущий момент времени в рандоме. Обозначить проблематику АМХ 50Б очень просто, и выражается она в двух тезисах. Машина не награждает вас за использование своего скилла, а если скилла у вас нет, так она и тем более вас просто заставляет унижаться перед другими игроками. Ну и второе – неоправданный боевой рейтинг, который она не заслуживает, поскольку на более низком БР есть машины куда более универсальные и интересные для игры. Принимая во внимание этот факт, какими бы характеристиками уже после всего сказанного не обладала машина, мы уже понимаем, что ситуация, которая вокруг неё сложилась, незаслуженно. Ну что ж, давайте конкретно пройдёмся по ТТХ, чтобы понять, а в чём проблема Сурбайсе с технической точки зрения. Прежде чем мы к этому приступим, одно небольшое напоминание. Я буду очень благодарен, если вы оцените данное видео одним из способов выражения активности на канале, в виде комментария, лайка, подписки на канал и нажатия колокольчика, которое повестит вас о всех событиях на канале в будущем. Так вы не будете пропускать новый контент, если он вам действительно нравится. Благодарю за внимание и вашу поддержку. Ну а теперь Сурбайсе. Орудие – это довольно сильная сторона данного танка, но для боевого рейтинга 8.0 оно немного опоздало. Это 120-мм пушка СА-46, ещё и с барабаном заряжания, который сейчас выглядит немного иначе, чем в начале пути этого танка. Ранее барабаны в игре перезаряжались полностью, сейчас они все подвержены механике дозаряжания. И знаете, в чём здесь проблема? В том, что та же самая пушка находится, например, на АМХ-50 ФОШ с боевым рейтингом не 8.0, а 7.3. Да, там нет барабана заряжания, но вот почему это даже играет ему на руку. У АМХ-50 Сурбайсе огромное количество боекомплекта, 38 снарядов. Для 120-мм болванок, сами понимаете, требуется огромное количество места внутри танка, учитывая, что заряжание унитарное, и ситуация обстоит следующим образом. Если вы оставляете более 19 боеприпасов в танке, то боекомплект начинает появляться не только в башне, но и в корпусе. А вот это вот, принимая к сведению то, что я сказал ранее, вы уже понимаете, почему Сурбайсе не жизнеспособен. Как и Королевский Тигр после вот такого рода нерфа, как бы непрямого, он имеет боекомплект в башне. А башня у него огромная, и попасть туда легко. И этот боекомплект находится во всей её задней нише, потому что там расположен автомат заряжания. Конечно, прекрасно стрелять 120-мм болванкой со скоростью раз в 6 секунд, то есть имея 10 выстрелов в минуту. Но с другой стороны, это не такое время, за которое, например, вам не дадут сдачи какие-нибудь леопарды, если вдруг вы их не убили, а такое, как вы видели, случается, и ситуации нередки. Но ещё и, соответственно, этот боекомплект занимает огромное количество места у всех на виду, и туда прилетают кумулятивы, и другие боеприпасы, например, ломы, которые на этом боэре есть, делают с вами непотребство в прямом и переносном смысле этого слова. Но давайте ближе к орудию. Самое главное, что я рекомендую вам сделать, это минимизировать количество БК в этом танке, и для этого брать с собой только 19 снарядов. Это один боекомплект, который не будет дозаряжаться, соответственно, все снаряды на своих местах, и будет учитываться заявленная скорострельность 1 выстрел в 6 секунд. Также орудие обладает неплохим пробитием, но только сплошными снарядами, что для нас на боевом рейтинге 8.0 довольно критично. Да, пробитие 301 мм в упор и 286 мм на 500 метрах. Однако сами по себе бронебойные болванки ещё и не каморные, на этом боэре не актуальны от слова совсем. Если бы у этого танка было 100-мм орудие на ломах, играл бы, я думаю, он куда интереснее, ещё и с нормальной этой системой заряжания, например. А так, хотя и у нас огромная длина ствола, что даёт нам неплохую баллистику и начальную скорость полёта снаряда в 1067 метров в секунду, и мы даже обладаем благодаря качающейся огромной башне какими-то углами вертикальной наводки от минус 8 до 14 градусов наверх, и скоростью поворота башни, просто немыслимой для тяжёлого танка в 28 градусов в секунду, всё это разбивается о неудачную компоновку танка внутри, и, конечно же, отсутствие стабилизатора. Этот танк, обладая таким калибром, не внушает уважения ещё и потому, что, как я и сказал, эра подобных орудий просто прошла. Есть такие 120-мм пушки на тяжёлых танках боевого рейтинга, например, 7.7. Это М103, ИС-4М, Конкеров, и вы скажете, что половина из них неактуальна и чувствует себя в рандоме не очень хорошо. А теперь представьте АМХ-50 Сурбайсе, у которого вообще по сути нет плюсов, и он обладает таким же орудием, но и на ещё более высоком боевом рейтинге 8.0. Представили? Ну, я думаю, вы понимаете мои чувства от игры на данном танке. Я требую, чтобы его опустили по боевому рейтингу, поскольку то, что есть сейчас, это абсолютно неиграбельно. И вот ещё почему. Бронирование. Если мы скажем об М103 и том, что у него мягкая броня, например, то это будет абсолютно такая неинтересная претензия в формате рассмотрения АМХ-50 Сурбайсе, ведь у этого танка брони абсолютно нет. Он пробивается любыми ветрами, и, например, в лобовой проекции максимальная толщина брони в корпусе 120 мм на стыке, и это даёт нам около 150 мм приведёнки. Как вы думаете, на боевом рейтинге с кумулятивами с пробитием за 300 и ломами пробивают ли нас враги? О да, пробивают под любыми углами и в любое место, ведь толщина корпуса в среднем составляет около 60 мм брони, а борта, например, так и вообще 30-мм. А это значит, что нас чуть ли не в лобовую проекцию могут пробивать зенитки, а в бортовую делают абсолютно точно из нас фарш. К этому также стоит добавить, что, собственно, и является главной причиной бугурта, это не просто слабая броня. Этот танк огромный, и эта слабая броня вместе с невероятными габаритами АМХ-50 Сурбайсе, как по длине, по ширине, так и, конечно же, по высоте, делает его невероятно сладкой и уязвимой целью для вражеского огня. Его может убить Маус, даже не используя, например, своё основное орудие, и это будет вполне законно и легитимно. А если говорить о внутренней компоновке, вы уже поняли самую главную проблему Сурбайсе. Даже если вы попытаетесь спрятать свой корпус, у вас останется огромная башня, и в этой башне всегда будет находиться боекомплект. Помимо прочего, даже если вдруг каким-то образом вас не взрывают в башню, то у вас всего 4 члена экипажа, трое из которых сидят, естественно, в этой самой башне, и могут пережить, например, выстрел от кумулятива, и то если повезёт, а вдруг туда залетит каморник, а вдруг туда залетит лом, который очень быстро расселит вам всех. В общем, переживает иногда АМХ-50 одно попадание, но и то в случае большого везения. На втором выстреле противника обычно всё и заканчивается. В этот же момент, естественно, скорее всего, сдачи вы уже дать не сможете, потому что уничтожен наводчик или сломан казённик, который размером здесь с 33 погибели. И, конечно же, стрелять вы не сможете в ответ из-за этого. Либо сломают привод башни, или ещё что-нибудь. Жизненно важные центры этого танка, которые помогли бы вам вести боевые действия, находятся примерно в одном месте. И, естественно, туда будут стрелять, попадать и задевать. Даже если не захотят сделать этого специально, стреляя на отмашь в Сюрбайсе, невозможно сделать это так, чтобы что-нибудь в нём не сломать и не повредить. Ну и, конечно же, потом спокойно его обездвиженного и безоружного добить. Ну и теперь то, чем вообще-то мы должны пользоваться и прикрываться, оправдывая всё это просто бесформенное безобразие, о котором мы сказали выше. Такое, как несоответствующее боевому рейтингу орудие, абсолютно не впечатляющее, даже несмотря на механику до зарядки, и, конечно же, полное отсутствие брони. Это подвижность. Но, понимаете, 58 тонн с мощностью двигателя, 850 лошадиных сил, это, конечно, здорово. Но это подвижность абсолютно типичного, например, леопарда. Да, максималка 51 км в час, но кто мне скажет, что у средних танков на БРе 7,7 подвижность хуже? Я думаю, вряд ли кто-то мне предъявит и скажет, что примерно то же самое покажет и Сурбайсе. Но тогда у меня есть вопрос. А нахрена ты нужен Сурбайсе? С такими огромными габаритами и полным отсутствием бронирования. У леопарда, вот, например, получается танковать твои снаряды. А ты его кумулятивы будешь жрать за обе щеки. Хотя, скорее всего, тебе хватит и одного попадания. И лично я не понимаю, как он до сих пор не подвергался изменениям баланса. Собственно, Сурбайсет требует снижения боевого рейтинга. И на самом деле, сильно легче жить ему не станет даже на более низком БРе, например, на 7,3, которую он абсолютно точно заслуживает. Ведь Фош на 7,3, обладая тем же орудием и нормальной, абсолютно точно бронёй, чувствует себя хорошо. Сурбайсе же? Хуже Фоша по всем показателям. Быстрее ли он его? Нет. Мощнее? Нет. Орудие то же самое, ну, только скорострельнее немного. Брони у него больше, что ли? Фош вообще-то танкует, в отличие от Сурбайсе, который жрёт всё. Поэтому 7,3 обоснована, на мой взгляд. С другой стороны, танк всё ещё останется даже на 7,3, очень скиллозависимым. И нормальный игрок предпочтёт этому Сурбайсе АМХ-30, потому что нахрен ты такой ещё раз нужен, повторяюсь. Ну и на текущий момент времени с БРом 8,0 это просто позорище балансировочного отдела, который абсолютно просто забил болт на этот танк. Играть на нём никто, я думаю, не хочет и ни за что не будет, потому что это абсолютная тупость пытаться играть на этом танке. Ну, только если вы любите страдания, причём в самом худшем их проявлении. На этом на сегодня я буду заканчивать. Всем спасибо, что смотрели данное видео и узнали больше об этом абсолютно неактуальном и неподогнанном под реалии рандома танки. А я пойду пилить для вас новый контент. Пишите, что вы думаете по поводу этого всего в комментариях. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...